Подпишись и поставь лайк за 3 секунды, если ты красавчик! Всем привет, дорогие друзья! С вами Кассина Топкин, ребята, и сегодня вместе с Димкой мы играем в GTA 5 Online, где у нас новое шоу под названием Гани или умри! Здорово, ребят! Короче, ребята, здесь у нас новое шоу, которого ещё не было, в принципе, вообще на ютубе, и здесь, ребята, нас ждёт от весна, вот такая вот, в общем-то, прямая, прям под 90 градусов, по которой мы должны будем проехать как можно дальше, при этом, ребята, машины будут, конечно же, соскальзывать. Если мы доедем до конца вот сюда на платформу и ещё и засывим, то получаем аж сразу 100 баллов, ребята, ну а панели у нас, чтобы вы понимали, всего лишь 47. Почему 100? Да всё очень просто, потому что до сюда добраться вообще нереально, там буквально считанные 4, ребята, и очень быстрые машины с хорошим зацепом смогут одолеть, в общем-то, всё вот эту, как говорится, большую прямую. Поэтому с вас, конечно же, лайк, устраивайтесь поудобнее, напишите в комментариях, как вам новое шоу, ну и, ребята, чем больше лайков, тем чаще мы будем его снимать, поддержите обязательно канал, ну и про подписку тоже не забывайте. Что ж, мы с Димкой будем начинать, у нас есть, ребята, 20 машин на тест, абсолютно рандомные разные тачки, в общем-то, есть какие-то даже вот шестиколёсные хамеры с хорошим зацепом, но про это они или нет, я не знаю. Давай выберем с тобой первый, в принципе, в солянку будем выбирать, я думаю, что вот так вот возьму. Так, ладно, ребята, мы готовы, первые тачки мы взяли, давайте попробуем проехать. Здесь, короче, есть такой прикол, что с подъёма, ну, не всегда получится заехать, поэтому если выезд плюс-минус нормальный, окей, если, конечно, проблемы какие-то лютые пошли, то дальше уже будет печально. Так, интересная какая-то Феррари, слушай, зацепом что-то. Ема едет, СКА тут, слушай, она едет, она прям едет. Ага. А что за Феррари такая, вроде воротничит же. Не знаю. Слушай. Тут камера вот под люка, она чуть это. Нифига себе, это ты неплохо придумал. Нет, 250 еду. А, ну, хороший зацеп, ребята, то есть данная машина показывает, что проехать по вот этой прямой максимально реально. Тем более машина, ребята, очень хорошая. Иде... А, ты у меня трикошетил, чего? Так, ладно, ребята, моя очередь, давайте попробуем. Я не уверен, что Тойота доедет до конца. Да, с таким зацепом и с такой скоростью она точно никуда не поедет. Да. И мало того, что я плохо заехал, я даже попробую еще ускорение взять, но мне кажется, это вообще никак не поможет. И где-то 2-3 балла, это реально тема, да. Ну, слушай, с Феррари реально повезло. С Феррари прям неплохая. Так. Ну, нет, нет, ребята, 2 балла, это все, что может, ребята, сделать данный внедорожник. Так, ладно, ребят, продолжаем. Вообще-то, можем любые тачки взять. Я возьму Сиан, пожалуй, попробую. Сиан, вообще-то, выглядит неплохо. Давай, Мерс возьму туда. Какой-то Мерседес. Ну, давай, ну, давай, что бы нет. Давай, первый начинай, посмотрим, что за Мерседес. Новая машина, недавно добавленная, но я по скорости вижу, уже слышу, что прям... 2 балла. Да, мне кажется, смысла ехать второй раз нету. Короче, медленные машины, ребята, данные испытания не проедут. Нужен, как минимум, либо скорость, либо зацеп. А Сиан... Ой, Сиан оторвался. Я выехал очень плохо. Четверка. Так, второй, ребята, в общем-то, вариант есть. Есть шанс заехать красиво. И главное это сделать просто... Давай, давай, давай. Оп, оп, оп. Слушай, она прям плывет. Она прям плывет, но едет. Скорость, 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 скорость 300. Скатывается. 315. Да я не жму прям вверх, потому что с такой... Слушай, она набирает. Это вроде не чит, но быстрый Сиан. Слушай, очень быстрый Сиан. 357 скорость, чтоб ты понимал. Так, где я там вообще? Ну, тут улететь, мне кажется, нереально. Но можно врезаться. Слушай, мне повезло. Я мог вывалиться, но я засейвился за преградой. Короче, Сиан доехал, ребята. То есть, получается, вот такая интересная. Феррари и Сиан могли, проехали, в общем-то, данное испытание. И что-то мне подсказывает, что только суперкары и читы смогут проехать по этой прямой. Погнали дальше, посмотрим, что будет впереди. Давай. Что ж, у нас следующий раунд. Давай выбирать тачки. Я что-то привкушаю, в общем-то, хорошую машину. А я попробую Джеско. Джеско, не знаю, чуть не... Ой, она не поворачивает, это не чит. Это явно не чит. Так, какая-то полноприводная БМВ занесло, занесло семерка. Это Ауди. Это Ауди? На семерке, да. Да, это Ауди. Прям зацеп хороший был, но, ребята, машину раскидало, разнесло. Так, главное выехать. А, даже не зацепился, даже не зацепился. Машина просто полетела. Ладно, еще раз попробуем, ребята. Тут главное зацепиться. Хотя бы по двум-трем платформам проехать, чтобы. Видал? Видал? Видал, как могу? Короче, у меня четыре. У меня нету зацепа, машина просто отлетает. А ты куда? Уже десятый раз собрался. Не, я просто пробую, вдруг получится. Ну, не, вот такая же история. Не хватает, да. Надо правильно, в общем-то, брать угол. Ну, окей, не все тачки будут проезжать. Это, мне кажется, нормальное явление. Я Етрон попробую. Может быть, он поедет. Все-таки такие. Дальше полноприводные большие тачки будут. Ой, Етрон, на самом деле, ребята, не быстрый. Так, ты Бэх уберешь. Надо ее попробовать. Так, ну окей. Пока что только две машины, ребята, справились с прямой. Остальное все, как говорится, на корм рыбам ушло. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Я просто шлифун. Я хоть зацепился, но там просто вниз пошел. Так, два балла. Ну, БМВ чуть лучше тройка, просто вниз. Я держался, да, держался. Ну, ради интереса еще раз, ребята, попробуем. Все-таки дадим шансы машинам. По два раза, может, будем пытаться. На постоянной основе, потому что так далеко можно не уехать. Прям побольше возьму. А я прям и выехать не могу. У меня вообще зацепа нет. У нас шлифун полный. Два, ребята, просто два. Ну, у меня все три также. Ну, да. Тут, ребята, уже машина отслаивается и летит. Понятно. Ну, что я могу сказать? Хороших машин на самом деле толком и не осталось. Может быть, девах прокатим, ребята. Шестиколесный гелик. Машина быстрая. Машина с полным приводом, но машина квадратная. Лимузиандр, да, может быть, что-то и получится. Слушай, но я даже не знаю. Хорошая, быстрая машина – это залог успеха. Это по-любому. Чтобы, ребята, вы понимали, мультиков у нас ноль. Вау! Вау, вау! Пятера! Меня занесло. Чтоб ты понял, я поехал, поехал. У меня тройка. И он прям боком пошел. Ихло плохо. Так, ну попробуем, ребята, попробуем. Хороший полноприводный гелик. Тут главное... Слушай, ну он едет. Как меня... Я еду. Я еду. Я еду. Я еду. Тихо. Не дышать. Не дышать. Первый раз, то есть, получается, я перекрутил руль, ребята, направо. И его занесло. Вы сами видели. То есть, машинам все-таки нужно второй шанс давать. Слушай, скорость-то бешеная. 345 еду. Серьезно? Так. Тормози. Да ладно. Что, проедешь? Да, да. Я добрался до конца. То есть, при том, при всем, что гелик реально очень хороший, держать машину было максимально сложно. Ну, чуть-чуть перекрутил бы, он бы улетел. Ладно, ребята. Три тачки на, в общем-то, просто движке, который есть у них, без всяких чиповок, нитро и прочего. Это достойно. У тебя сколько баллов было? У меня три было. Понимаю. Так, ладно, ребята. Следующий раунд. Димка. Что берешь? Блин, я хотел бы дохуй взять. Ладно. Тоже возьму бэху на семерку. Попробуем. Ну что ж. Поехали, как говорится. Отвесная ждет. О! Кайфы. О, я подлетел. Да, видел. Девятка. Девятка. Прям видел. Вот я на гелике так же понял. Начал хорошо, а машина, ну, просто взяла и отлетела. Яма, Икса, имбовый. Он просто, ребят, смотрите. Я могу вниз спуститься. Яма у него полный привод. Яма, смотри, просто что делаю. Могу вниз уехать, вверх уехать. Просто делаю, что хочу. Ну да. Хороший, ребята, Икс. Опять-таки, не чит, просто хорошо полноприводная тачка прокачана изначально. Ну, скорость в среднем 300. Слушай, в стоке, конечно, тоже много. Слушай, у меня третья машина. Я, прикинь, я прям на платформе тормозить начал. Я идеально заехал, да. Прям в конце прям свалился идеальненько. Так, у тебя как дела? Бэха тоже начинала ехать, но явно у тебя там были проблемы. Ну, у меня 9, 9 же. А, ты так и не проехал? Больше, типа, не получилось дальше. Я не проехал. Понимаю. Ну, да ладно, ребята. Машин интересных еще полно. Что берешь? Давай я возьму вот эту машину. Так, ладно. Я возьму Мерседес. Я, на самом деле, тоже про Субару думал. У нас новая Субару. Она очень быстрая, но она шлифун. То есть она прям такой хороший шлифун. Давай ты первый. Я посмотрю, как проедет Субару. Потом будет у тебя еще что? Еще эта попытка. Она прям дрифт. Она прям дрифт. Да, она прям дрифт. Это как у меня Етрон ехал. То есть на двойке, да. Такая же прям один в один машина. Так, ну Мерседес вообще не отличается ни скоростью, ни зацепом. Я так понимаю. Маю, ну поехал. Поехал, поехал, родимый. Серьезно? 190, скорость едет. В общем-то, важно выехать идеально еще. Слушай, а у него зацеп хороший. Да. То есть это обычная тачка, ребята, которая едет. Нифига себе. Так, а я могу вниз катиться и вверх? Ну слушай, не она. То есть прям видно хороший зацеп. Машина сама едет вниз, даже если скатывается. А ты просто берешь, крутишь руль вверх и она едет. То есть без проблем каких-либо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну это, это, это финиш. Я еще и по тормозам нажал. Я. Так, стоп. Х7 чит, оказывается, был. Потому что я в него врезался и отлетел. Х7 значит чит. Ага. Ну неплохо. Зато, ребята, Е190 обычный автомобиль, который смог. Так, машины, ребята, кончаются. Я, в общем-то, параха уже внедорожниками возьму. Киеву попробую. Ты что возьмешь? Я возьму... Бентли. Бентли. Ну давай. Мне интересно, Киев хоть что-нибудь сможет сделать или нет. Скорости мало. Откровенно мало скорости. Ой. Блястяще, ёпта. Ты шлифона взял? Ёпта. Вообще жопа. Чего, я еду на Киев? Я еду на Киев. Все приколе. Я на три свалился. Я видел, как ты упал. Я, возможно, идеально заезжаю просто. Ну, слушай, она едет. Она прям едет. Чего? Слушай, а тут 90 градусов. Что-то такое ощущение под камерой, как будто она... Не 90 градусов, а немножко под углом, что ли. Так, ну едем. Едем в соседнее село. На дискотеку. Все дела, ребята. Казалось бы, Киев. Обычная Киева вообще никчемная. Не о чемная. Ну, неплохо. Ну, слушай, у нее скорость всего 166. Ты понимаешь, у нее просто есть зацеп. То есть она вообще не быстрая максимально. По сравнению с читами, так это вообще слезы. Ну, слушай, я доезжаю. На езях вообще как бы. Без проблем. Получите, распишитесь. Очередная тачка, от которой я вообще в шоке. А у тебя как дела? Ты пробовал второй раз? Не, это бесполезно. Это же вообще шлифун жопошный. Понимаю. Так, ладно, ребят, продолжаем следующий раунд. Я хочу взять вот такую буханочку. Буханочка интересная, на самом деле. Движок вон сзади. Прям, ребята, видно. Хром, все дела. Только в машину садиться не хочет, я понял. Так, ну это будет интересно. Следующая серия, ребята, я думаю, мы попробуем тачки из рандома. Потому что здесь стоят новые машины. А большинство из них прям, ну, такие читы-читы. Возможно, благодаря этому-то они едут. Ёп! Ёп! Я прям поехал внизу, два. Блин, я не видел, я видел, как ты там восьмеркой пошел. Ну, тут у буханки, да, шансов не было. А, она кривая. Ну, если я по новой пройду, я, кажется, до сотки доеду. Думаешь? Бендли, 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 да, да. Ага, доехал до сотки. Ё-моё. Прикольно. Ну, у меня вообще зацепа нету, я даже не цепанулся. Но все-таки, ребята, от фургончика многого ожидать смысла не было. Два балла. Так, ладно, продолжаем, ребята. Ну, и вот что-то две тачки, что хочешь. Как говорится, внедорожник, либо шлифун мустанг. И мне кажется, выбор не особо-то большой. О, дверь запили себе сам. Просто оторвали дверь. Да ладно тебе. Нормально ехал, выкатился. Просто ехал отлично, но выкатился. Так, будет ли у дракона нашего что-нибудь, драгон-босс? Блин, полноприводный. Хорошо поехал, но скатился на тройке, ребята. Так, мустанг попер, попер, попер по прямой вроде как. Так, я еще раз попробую, давайте посмотрим, ребята, потому что, ну, прям неплохо поехал, но... Где-то зацепа не хватило прям. Стоишь? Блин, у меня не хватает зацепа, три балла, короче. Идеально, машина ехала, ребята, но все-таки что-то пошло не по плану. Так, ты добираешься до конца, вопрос финиш, не финиш. Блядь! Врезался, 47 тебе, 47. Ребята, я думаю, что 100 баллов давать не будем, потому что много машин доехало. Давайте лучше будем давать по 50, потому что, ну, блин, это слишком жестко. А что ж, я предлагаю пару раундов рандомных сделать. Итак, ребята, продолжаем. Бац! Ага, а у меня тачки не спаунятся, ни одной твоей не вижу. Короче, ты был дальше, поэтому у тебя три машины, у меня только две, и вот так вот. Ну, в принципе, у меня машина интересная, что у тебя там упало ни одной тачки, не вижу. Так, какой-то Ниссан. У меня, типа, Кёнигсик, ребята, но 179 как бы вообще ни о чем, поэтому возьму вот такое вот, что это? Это Хонда, Хонда Цивик. Так, попробуем. Поехали. А, понимаю, даже не зацепился, тебя вообще не вижу. Как у тебя дела? А я еду. У меня зацепилось. Блин, жалко, я тебя не вижу. А, она скатилась. Понимаю. Я, по итогу, 19 взял. Ну, 19 неплохо, лучше, чем у меня, ребята, у меня два балла. Короче, ребята, на этой ноте, походу, мы будем с вами заканчивать тогда, потому что если сломался спаун, ничего здесь не поделаешь, к сожалению. Что ж, спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, понравилось вам шоу или нет, поставьте лайк, напишите, в общем-то, в комментариях продолжать или нет. Всем спасибо, всем пока. Пока, ребят.